Привет всем любителям макияжа и косметики! Рада вас приветствовать на своем канале и в своем новом видео. Темой моего сегодняшнего видео урока это стрелки. Как нарисовать, чем и с чего вообще начинать. Итак, не будем терять времени, начнем. Начинаю по порядку и для начала мне нужно подготовить кожу для макияжа. Для этого я беру питательный праймер от Ружбани Руж, наношу на все лицо, в том числе под глаза тщательно распределяю. Далее тон. У меня компактный тон-ретушер от Makeup Secret в оттенке CF02, а если по-нормальному, то светло-бежевый. Этому тональному крему не зря дали такое название ретушер, потому что он реально ретуширует, он маскирует, выравнивает и тон, и синяки, и прыщики, и все что угодно можно маскировать. Наношу его пальцами точечно на все лицо, а распределяю уже кистью под номером 14 от Manly Pro. Про эту кисть я писала в своем инстаграме, поэтому если интересно, то ссылку на свой инстаграм я оставлю внизу. После тона обязательно консилер в зону под глазом, чтобы ее подсветить и скрыть синяки. Для этого я недавно прикупила себе консилер от Limony, или от Limony, или от Limony, не знаю, это вроде у них новинка. Консилер легкой текстуры с увлажнением и небольшим светоотражением. Как раз то, что нужно для скрытия синяка и ухода за нежной кожей под глазами. Тщательно распределяю кистью, вбивающими движениями, чтобы не растягивать кожу. В зоне синяка тоже набиваю, а вот границы между тоном и консилером уже стягиваю и стушевую. Что-то я тут посмотрела, меня смутило, но, видимо, все в порядке, поэтому вернулась. Остатками консилера, которые остались на кисти, можно проработать крылья носа и вокруг губы, и убрать какую-то излишнюю красноту и мелкие неровности. Теперь у нас похудительные процедуры, кремовая коррекция. Для этого я беру стик от Ardeco в 50-м оттенке и начинаю рисовать осложенную схему, после которой лицо должно стать супер-пупер худым и четким. Я вообще не люблю кремовую коррекцию, потому что у меня вечно получается какая-то грязь. А с этим стиком вроде как все исправилось. То ли продукты не те выбирала, то ли опыта уже прибавилось, не знаю. Но коррекция у меня сейчас четкая, мне нравится. Той же кистью могли 14-ю растушевываю схему и получаю результат. Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы проработать носик, не обязательно брать какую-то другую кисть, можно просто сплюснуть эту же кисть и прекрасно видите, получается все. Румяна также кремовая Dolce & Gabbana в оттенке Dolce & Karina наношу на яблочке и протягиваю немного к вискам. Это такой небольшой лифтинг-прием. Тушуется все легко и просто. В принципе, можно легко это сделать пальцами. Но так как я уже начала работать кистью с кремовыми текстурами, ну так уж я и закончу. Ну плюс не хочется еще пачкать руки, поэтому пусть работает кисточка. Результат получается очень натуральный, мне очень нравится. Теперь, когда работа с кремовыми текстурами закончена, можно медленно, но верно переходить на сухие. Первое, с чего я начну, это хайлайтер. Хайлайтер у меня от Ardeco в оттенке 5, золотисто-жемчужным сиянием. Его я наношу прямо поверх тона для более яркого, насыщенного сияния. Кисть беру плотно набитую, чтобы больше продукта захватывалось и больше оставалось на коже. С первого прикосновения сияния уже заметно, со второго и третьего уже зашкаливают. Как раз то, что мне нужно. Также я наношу хайлайтер на разворот губ, на спинку носа и немного наношу под нижнюю губу, по бокам для визуального объема и для четкости формы губ. Далее уже по стандарту. Пудра. Пудра у меня от Makeup Store в оттенке Хельсинки. Наношу в т-зону для высветления. Оттенок мне, конечно, светловат, но если нанести только в Т-зону, в зону высветления, то пудра будет, в принципе, нормально. Наношу я припечатывающими движениями, чтобы не сдвинуть слой консилера и не испортить всю картину, всю ту конструкцию, которую я так старательно вырисовывала. После прохожу с бронзатором от Clorans в 0,3 оттенке. Прохожусь я этим бронзатором по периферии. Также заодно дублирую кремовую коррекцию и ее закрепляю. Бронзатор также придает отдохнувший, загоревший вид лицу. В принципе, мне это очень нравится. Бронзатор матовый, без какого-либо сияния. Классно пахнет. Очень экономичный, очень такой нежный, деликатный. Невозможно где-то что-то напитнить, поэтому советую всем. И вот теперь переходим с вами к самому интересному и основному, к макияжу глаз и стрелкам. Для того, чтобы приступить к рисованию стрелок, веко нужно подготовить. Битонным и консилером мы сделали его плоским, а глазик маленьким. Надо вернуть объемы, конечно же. Начинаю ее с базы. В качестве базы у меня кремовые тени от Stellar в оттенке 02. Наношу их пальцем на все подвижные века и чуть стушевую на неподвижные. После этого кремовую текстуру надо закрепить сухой. Может быть, конечно, эти тени не надо закреплять, может они и так прекрасно фиксируются на веке. Но я не решаюсь, всегда тянусь за сухими тенями. В этот раз у меня тени от Clorans в баночке розового оттенка. Оттенок называется Silver Rose 09. Наношу их плоской кистью, припечатывающими движениями, для того, чтобы поменьше осыпались. И на кремовую текстуру тени тень сухая и хорошо приклеивается. Также добавляю блик во внутренний уголок глаза и под бровь. У меня тени от Ardeco в 29 оттенке. Это такой перламутрово-жемчужный оттенок. Я не скажу, что там сильные какие-то перламутровые частицы, крупные частицы. Но довольно-таки мелкие, очень хорошенькое, деликатное сияние будет. Дальше строю форму. Глаза кремовыми тенями от Mix Lingerie в оттенке номер 05. Называется, наверное, Лидли. Может быть, неправильно произношу? Но уж как произношу. Начинаю я с нижнего века и постепенно поднимаюсь к верхнему. Нижний прорабатываю где-то на 1 треть, начиная у внешнего глаза. Постепенно поднимаю цвет, свожу его в складку века. И той же кистью, которую я наношу, цвет основной, я стягиваю края. И получается у меня красивая такая тушевка. Медленный, постепенный переход из цвета в тушевку и в кожу. Помогаю себе также еще одной тушевочной кистью Makeup Store. Не помню, какой у нее номер. Внизу напишу все. Вот на этом глади мне не хватило. Не хватило у меня цвета, не хватило глубины, поэтому я вот решила добавить. А после перехожу к заполнению каркаса сухими тенями. Для начала я беру румяна от Makeup Store в оттенке Must Have. И пушистой кистью, неплотно набитой. Это, кстати, у меня Литуаль в 12 номере. Я наношу этот цвет на стык кремовой формы и кожи и поднимаю чуть к брови. На нижнем веке то же самое. Теперь делаем градиент более сложным, макияж более интересным. И для этого я беру свою старенькую палетку от Color или Color, черт его знает, в 01 номере. И из нее беру такой вот светло-коричневый оттенок и наношу его в то же самое место, что и румяна. Только менее размашисто, чтобы края румян были видны. Ну, так, в принципе, и образуется градиент. То есть один цвет выходит из другого. Получается такой градиент сложный. Дальше я углубляю макияж темно-коричневым оттенком. И уже не размашисто, а более точечно наношу во внешний угол встык самой формы. Продолжение следует... После всех процедур прохожусь еще раз контрольной, раз пушистой кисточкой по всей моей макияжной конструкции, чтобы стушевать все границы и получить еще более плавный переход. Почищаю под глазами кисточкой с остатками консилера и почищаю где-то форму, если что-то где-то накосячила. Ну, вот и кульминация видео. Стрелки. То, ради чего я вообще села снимать это видео. Чем же начинать рисовать стрелки, если рука дрожит даже при одном упоминании о стрелах? Есть множество вариантов продуктов, и каждый начинает со своего, с чего комфортно. Стрелки – это, пожалуй, одна из самых сложных техник макияжа. Чтобы научиться рисовать красивые стрелки, нужно очень много времени и правильный продукт. Вот для новичков в мире я советую рисовать карандашом. Карандаш классический или тенями черными, или коричневыми матовыми. Что-то накосячили, без проблем можно убрать. А после, когда набьете руку, можно переходить на более сложные продукты. Это может быть жидкая подводка или гелевая подводка. Я для себя сразу выбираю, выбрала гелевую. Мне удобно ей работать, и это многофункциональный продукт, которым я могу делать не только стрелы, но и многое другое. Плюс она суперстойкая, ее не надо ничем закреплять, она не отпечатывается, и цвет насыщенный. Черный так черный. Из минусов – она довольно-таки быстро засыхает. И для того, чтобы приступить к рисованию стрел, нужно проанализировать строение века. На слишком нависшем веке стрелы классические смотреться не будут, или будут смотреться просто ужасно. Опустят глаз, и вы будете грустны, заплаканы. Классические стрелки подойдут тем, у кого века среднего нависания, или у кого этого нависания нет совсем. У меня века среднего нависания, и мне еще можно рисовать стрелки. Ну, а когда век начнет опускаться из-за возрастных изменений, мифрокластика мне опять повернет век в идеальное состояние. Начинаю построение с хвоста, с нижней направляющей, и веду ее как продолжение нижнего, чуть отступив. Ориентир у меня будет кончик бровей. У меня этот кончик коротковат, поэтому я тяну к виску направляющие. Далее верхняя направляющая. Она проходит там, где заканчивает складка верхнего века. Широкую линию я веду где-то до середины глаза. Со второй половины стрелка идет на заужение, и к внутреннему углу уходит медленно, постепенно в ресничный край. Прорабатываю какие-то неровности. Стрелку более графичной делаю, более четкой, без всяких борозд, чтобы все было четко, ровно. Кончик я увожу на нет, стягиваю немножечко подушечкой пальцев. Получается вот такой результат. Но обязательно нужно прорабатывать межресничку. Межресничка обязательно должна быть проработана, чтобы была цельная картина и не было этих мерзких дырок, которые у меня сейчас там наблюдали. Я, кстати, такие макияжи называю рваными. Я часто встречаю девочек, которые выходят от визажистов с дырявым мейком. Ни в коем случае нельзя этого допускать. Неудобно вам прорабатывать гелевой подводкой. Возьмите карандаш черный, возьмите коричневый карандаш. Возьмите тени. Но обязательно проработайте межресничное пространство. В этом макияже я решила приклеить пучки. Процесс я не покажу. Там же вот такая. Я там так лицо выворачиваю. Просто неузнаваемость. Я использую два размера. 8 мм во внутренний угол и до середины глаза. 10 мм у середины и во внешний. Клей Ордель белый после высыхания становится прозрачным. После приклеивания пучков я прокрашиваю все ресницы. Причем свои я приклеиваю к накладным для более натурального эффекта. Тушь у меня белорусская. Называется Люкс Визаж. Влагостойкая. Вроде как пока не осыпается. Хорошо разделяет. Хорошо наносится на ресницы. Кисточка силиконовая удобная. За 200 рублей в принципе подойдет. Губы однозначно будут у меня нюдовыми. Решил я их сделать в этот раз матовыми. Беру карандаш от Vivienne Sabo. В 102 оттенке. И наношу его только по контуру. Поверхность губ я буду заполнять матовой помадой из осенней коллекции Дольчика Бана. В 122 оттенке. Называется этот оттенок Дольчика Реза. Причем я буду наносить ее пальцем. Чтобы слой получился максимально тонким. Когда я была представителем этой марки, однажды у меня купила клиентка эту помаду. И пришла потом с претензией, что помада наносится как пластилин. На что я и ответила, что не нужно наносить такие помады в толстенном слое. Помады очень пигментированные и достаточно самого тончайшего слоя, чтобы губы выглядели прокрашенными. Поэтому я наношу ее тонким слоем. Скажу, не в восторге от этой помады. Она не очень стойкая и не очень долго носится. И последнее, но важное, о котором я чуть не забыла, это брови. Ну, тут просто. Использую я расчесочку, как обычно, по стандарту, прочесываю брови по направлению. Тени для бровей. Это испанского бренда Victoria Shoe. Кисточку скошную из натурального воруса, так как работаю с сухой текстурой. Прорабатываю все, стушевываю какие-то излишки. И потом буду закреплять, даже не закреплять, а укладывать волоски прозрачным гелем от Ardeco. Редактор субтитров А.Семкин Ну, все, макияж я сделала, стрелки нарисовала и образ у меня закончен. Надеюсь, вам все было понятно. Ну, а если что-то непонятно, то спрашивайте меня в комментариях, не стесняйтесь, я с удовольствием отвечу. Если понравилось видео, то также не забываем ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал, у меня будет в будущем еще много чего идти. Интересного. Много очень идей, которыми я хочу, очень хочу с вами поделиться. Ну, все, всем пока, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok